Диалог состоялся. В Комарово прошла встреча с жителями. Предмет для обсуждения – закрепление за государственным учреждением по благоустройству «Курортный берег» территории, расположенной на улице Юрия Германа. Подобное решение поддерживают не все. Один из жителей обратился в Комитет имущественных отношений, в администрацию курортного района, а также позвонил в прямой эфир нашего телеканала, гостем которого был начальник отдела благоустройства и экологии Игорь Панфилов. Обсудить этот вопрос непосредственно на месте, в Комарово, договорились практически сразу же. По документам мы проговорили с заявителем в кабинете по телефону несколько раз. И вот сейчас выехали на место. Соответственно, здесь есть другие жители, которые высказывают также тоже свое мнение. На данный момент территория, которую мы обсуждаем, не имела ведомственной принадлежности. С этой целью мы подали заявку на включение в оперативное пользование учреждению в Кио для того, чтобы обеспечивать надлежащее содержание данной территории. Так как, я так понимаю, что в зимний период поступали жалобы по неочистке территорий проезда к расположенным рядом участкам. Также на встрече присутствовали представители местной администрации, муниципального и молодежного совета поселка Комарова. Все выслушали мнение жителей, участок которых прилегает к данной территории. Против уборки они ничего не имеют. Однако другого благоустройства рядом со своими домами не хотят. Закрепляется государственная земля за государственным учреждением. Никаких проектов благоустройства на следующий день и ближайший год здесь точно не будет. Просто люди будут убирать. А потом можно... Вот ваше мнение объективно. Вот против вы или за? Нет, против такого нет, конечно, но не против. Я объясняла, что мы боимся, чтобы здесь не было, грубо говоря, бомжатника и криминалины какой-то... Ну я понимаю. Потому что какие-то скамейки, какие-то там алкоголь, курь... И это будет предполагать какие-то собрания не маргинальной личности, да? Совершенно верно, да. А, боже упаси, с какой стати? Потому что территория, потому что закрыта, она очень удобна для таких. Тут ни Росгвардии не подъехать, ничего. Инициатор создания зоны благоустройства, именно зоны благоустройства, курортный берег. Гендиректор курортного берега предложил, вопреки мнению жителей поселка Комарова, участки которых примыкают, предполагаемые, к созданию зоны благоустройства, всех жителей, причем которые против того, чтобы здесь создавалась какая-то зона благоустройства и осуществлялась какое-либо благоустройство. Надеемся, что мнение жителей, которые выступают против любого благоустройства, будет услышано, и проезд, и лесной массив будут в этом месте сохранены. Впрочем, сегодня прозвучало не раз. Ни о каких объектах благоустройства на данный момент речи не идет. Вопросы по благоустройству мы не обсуждали. То есть, все равно для благоустройства необходим проект. Все равно это обсуждение с жителями и так далее. Несмотря на то, что вопросы все же остались, участники встречи положительно оценили ее результат. Как представители власти, так и жители заинтересованы в дальнейшем конструктивном диалоге. У меня, например, положительное впечатление. Потому что до этого, конечно, уходил я, предыдущий раз мы встречались с очень нехорошим чувством. Ну, я считаю, что мы к компромиссу уже пришли. Потому что жители фактически по результатам встречи поддержали инициативу и говорили, что это очень хорошо, что территорию будут убирать и эксплуатировать. Ну, безусловно, мы как местная администрация, как лицо, отвечающее за содержание территории из зеленых насаждений общего пользования местного значения, которое непосредственно примыкает к обсуждаемому сегодня участку. Конечно, мы считаем, что передача территории, которая не имеет ведомственной принадлежности, в государственном учреждении, тем более такому, как Курортный берег, это подведомственное учреждение, администрация Курортного, конечно, это положительно скажется на взаимодействие межведомственное, и позволит в том числе нам более эффективно содержать территорию из зеленых местного значения, поскольку проезд будет осуществляться, уборка в том числе снежных масс в зимний период будет осуществляться в соответствии с регламентом, это только положительно скажется, мы считаем, что это хорошее решение.